Здравствуйте, дорогие учащиеся! Тема нашего урока – программирование алгоритма. Сегодня на уроке будем создавать модели задач в интегрированной среде разработки программ Python, а также осуществлять трассировку алгоритма. Начнем наш урок с повторения изученного. Вспомним компоненты интегрированной среды разработки. Так мы знаем, что интегрированная среда разработки включает в себя следующие компоненты. Текстовый редактор – это текстовый редактор, то есть главное окно, куда вставляется программный код. Инструменты автоматизации сборки, процесс связывания всех файлов, созданных компилятором с исполняемым файлом, коррекция, отладка, приложение для пошагового поиска, обнаружения, исправления программных ошибок и компилятор-интерпретатор, то есть перевод программного обеспечения в машинный код. Выполним практическое задание. Написать код программы, который будет выводить символ доллар по диагоналям воображаемого прямоугольника. Рассмотреть реализацию программы на языке программирования Python. Решение. Необходимо в каждой строке выводить на экран пробелы, за исключением тех случаев, когда номер столбца и номер строки совпадают. Номер строки равен разности количества столбцов и номера столбца. Если нумерация столбцов начиналась с одного, а не с нуля, то надо прибавить единицу. В идеале программа должна выводить знак доллар по диагоналям, как показано на рисунке, то есть фиолетового цвета. Например, если строка пятая, тогда символ доллар будет выведен в пятом столбце от начала строки и в пятом столбце с конца строки. Если столбцов двадцать, то в шестнадцатом. Запишем алгоритм на языке программирования Python. Так будем использовать две переменные i и j. Для переменной i будем генерировать числа общим количеством двадцать. Для переменной j также будем генерировать числа общим количеством двадцать. Для этого использовали функцию range. При них будем использовать следующее условие. Если i равно j или j равно i равно 19 минус j, выводить на экран знак доллара и параметр end, то есть завершать. Иначе выводить на экран пробел параметра end, который завершает. Выводим на экран следующую функцию print. Рассмотрим реализацию данного кода на языке программирования Python. Обратите внимание на экран. Мы записали код программы. Теперь прописываем функцию print для того, чтобы запустить программу. Мы видим, что программа вывела на экран знаки доллар по диагоналям воображаемого прямоугольника. Рассмотрим следующее практическое задание. Напишите код программы, который будет находить наибольшую цифру числа, введенного с клавиатуры пользователем. Запишем данный алгоритм на языке программирования Python. Обратите на экран. Мы переменной s присвоили функцию int input для того, чтобы можно было ввести целое число с клавиатуры. В кавычках записали фразу «введите число». Затем записали команды. t равно s процент 10. То есть t – это будет обозначаться сама цифра. И мы будем находить остаток от целочисленного деления нашего введенного числа на 10. Затем для нашего числа мы присваиваем следующую команду «целый остаток от деления на 10». Выполняем цикл. While – пока s больше нуля. t. Затем условия к этому циклу. Если остаток от целочисленного деления введенного числа больше t, то есть цифры, тогда выполнять следующие инструкции. Для t мы присваиваем остаток от целочисленного деления переменной s на 10. И для s присваиваем целую часть от деления s на 10. т. Затем используем функцию print и выводим на экран следующее – наибольшая цифра введенного числа и переменную t, т.е. саму цифру. Теперь предлагаю вам рассмотреть реализацию данного алгоритма на языке программирования Python. Обратите внимание, мы записали код программы. введем число 4678932. Наибольшая цифра введенного числа – 9. Как мы с вами можем в этом убедиться? К примеру, введем еще другое число – 134256. Наибольшая цифра введенного числа равна 6. Выполним следующее практическое задание. Дана окружность с радиусом r и центром в начале координат. Напишите программу, которая будет вычислять, принадлежит ли точка А с координатами x, y заданной окружности. Давайте применим алгоритм к решению данной задачи. Первое. Прочитаем условия задачи, что мы с вами уже сделали. Второе. Выпишем известные и неизвестные переменные из задачи. Дано переменная r, радиус, x, y, то есть координаты точки А. Нам нужно найти расстояние от начала координат до заданной точки, то есть d. Составим математическую модель. Мы с вами помним из курса геометрии, что расстояние между двумя точками находится по формуле d равно корень квадратный из суммы квадратов разностей x2, x1, y2, y1. Так как мы рассматриваем расстояние от начала координат до заданной точки, то будем использовать следующую формулу. d равно корень квадратный из x квадрат плюс y квадрат. Рассмотрим математическую модель, построим координатную плоскость, а на ней окружность с центром в точке О с координатами 0,0, то есть с центром в начале координат. Также произвольно выберем любую точку на координатной плоскости, точку А с координатами x, y. Тогда мы будем использовать формулу нахождения расстояния от начала координат, то есть точки О с координатами 0,0 до заданной точки А с координатами x, y. Будем находить расстояние по формуле d равно корень квадратный из суммы квадратов x и y. Тогда, если d меньше радиуса, то есть расстояние меньше радиуса, то точка А с координатами x, y находится внутри круга. Если же d больше радиуса, то точка А с координатами x, y находится за пределами круга. Составим блок-схему к этой задаче. Запишем начало программы в прямоугольник со скругленными углами, затем в параллелограмм вводимые переменные x, y и r. Далее действие, то есть нахождение расстояния от начала координат до заданной точки, которое равно корню квадратному и суммы квадратов x и y. Затем условие. Запишем в ромб. d больше r, то есть расстояние больше радиуса. Если расстояние не больше радиуса, тогда точка принадлежит кругу. Если расстояние больше радиуса выполняется, данное условие, тогда точка не принадлежит кругу. Выводить данные надписи и значение d, затем выходим на конец программы. Рассмотрим реализацию данного алгоритма на языке программирования Python. Запишем from math import sqrt. Тогда данное действие позволит нам импортировать из библиотеки математика формулу вычисления квадратного корня. Затем переменные x присвоим функцию float input. В кавычках запишем x равно, чтобы программа при компилировании выводила на экран x равно, и затем мы будем вводить с клавиатуры число. Аналогично для переменных y и r, то есть для ординаты и радиуса. Затем выполняем действие, то есть вычисляем расстояние от начала координат до заданной точки. Прописываем переменной d, присваиваем следующее значение sqrt в скобках x в квадрате, то есть x 2 звездочки 2 плюс y в квадрате, y 2 звездочки 2. Затем выводим на экран. Расстояние от начала координат до точки а равно, через запятую прописываем функцию round, для того, чтобы округлить полученные значения. И выводим на экран значение d. Затем используем условие, если d больше r. Тогда выводить на экран. Точка находится за пределами круга, иначе else. Выводить на экран точка принадлежит кругу. Рассмотрим реализацию. Запускаем данную программу, и вы видите на экране, что для x мы присвоили значение равное 7, для y присвоили значение 8. Радиус равен, к примеру, 10. Тогда расстояние от начала координат до точки а равняется 11, и точка находится за пределами круга. Рассмотрим альтернативные решения. То есть запускаем программу заново и вводим для переменной x число 4, для переменной y минус 2, а радиус равный 15. Тогда при запуске программы мы видим, что расстояние от начала координат до точки а равно 4, точка принадлежит кругу. Теперь нам осталось провести трассировку данного алгоритма. Для этого построим трассировочную таблицу, которая состоит из пяти столбцов, первый столбец для переменной x, второй для y, третий для r, четвертый для d. В пятом столбце результат, то есть принадлежит, либо не принадлежит. Тогда будем использовать математическую модель. Если x равен 2, y равен 1, а радиус 3, тогда расстояние от начала координат до заданной точки будет равно 2. Результат, данная точка принадлежит кругу. Аналогично для x, равному 2, y, равному 3 и радиусу, равному 3, расстояние от начала координат до заданной точки будет равно 4. Тогда точка не принадлежит данному кругу, то есть находится за пределами круга. И вы можете видеть, что мы посчитали для случаев, когда x равен минус 3, y равен минус 4, r равен 6, тогда расстояние равно 5, точка находится в круге. И наши два случая мы проверили также, используя трассировочную таблицу. На этом мы завершили с вами наш урок по теме программирования алгоритма. Надеюсь, полученная информация была для вас полезной. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова